Страшная история рассказывается, блядь, караул. Не вырезай ничего, такая сапель. Вот это надо вырезать. Но мы не будем углубляться в само бикини, мы сейчас говорим про внешний вид бикини. Хотя в некоторых можно было бы? Чего? Ужас, блядь. Страшная история рассказывается, блядь, караул. Жуткие, жуткие. Жуткие, блядь. Ну хорошо, что все хорошо. Всем привет. Привет, привет. Дмитрий Голубышко, Роман Халиулин. Я так громко ору, Ром, что меня слышно и без твоего микрофона. И это вот уже кивает Андрюха. Если вы видели, кто нас снимает, вы бы сказали, пацаны, подержите камеру, пусть Андрюха покажет, как качаться. Действительно, Андрей Йорж сегодня за камерой. Ссылка на него тоже есть под роликом. У него потрясающие истории с жопастыми телочками, поэтому надо подписаться. Ладно, Дима, спасибо, что ты приехал. Всегда рад. Аж солнце вышло с вами в Петербурге по этому поводу. Все, что мы можем сказать на сегодня, ребят, наслаждайтесь. Потрясающая компания, знаменитый топ-джим. И погнали. Дуслан здесь тоже первый раз третий. Второй. Второй, да? Нет, третий. Я тут третий раз. Нет, честно говоря, знаешь, приехали в зал. Я не думал, что это зал, но я не в курсе был. Видел его только в интернете, в инстаграме. Федор выкладывает. Таня, тренируюсь там. Думаю, бля, крутой зал. Потолки там все большие, думаю, прикольно. Тем более еще те тренажеры вот эти старенькие, да, которые, блин, они, блин, вообще, биомеханика лучше, чем на Рана Ухамара, блядь. Вот. И это. Не думал, что сюда приедем, блин. И, знаешь, прям с входа прям понял вот это. Ностальгия, блядь, бодибилдинга вот того времени, 80-90. Раздевалки и вот сам зал, конечно, сейчас мы зажжем, друзья. Главное, ни об что не споткнуться. Главное, не споткнуться. Давай, а ты сейчас, я разминаться, а ты сейчас, ну, как тебе вообще в целом? Да, давай. Не вырезай ничего, так и оставь. Папа учит сына, все, это нормально, да. Блядь, хотя бы из тех, кто учится, блядь, остальные долбоебы. Мотает на ум. А ты на АМГ приехал. На АМГ, который в ипотеку в понедельник превратится, блядь. Блядь, другие ипотеку не берут, братан. Вот, ну ладно. Ну, блин, ипотека, да. Я тебя понимаю, братан. Да, в рам, что вы, блядь. Да, что делать, блядь. Кому сейчас легко, блядь. Ну, блядь, ну, нету у меня 17 мультов, просто купить квартиру. Ну, да, да, да. Здесь, короче, а, я с ней рассказывал. Короче, мелкому, блин, беговел надо купить. Жена говорит, поехали. В сад отдали. Ей приезжаем, короче, покупают беговел, блядь. И дальше идем по магазину. А там, блядь, это, американский автопром, блядь. Ей как раз вот 17, блядь. Ее вот Кадиллак и сказал, новый стоит, я сажусь, блядь, думаю, нахуя сюда себе. А я еще, знаешь, подхожу к нему, думаю, не надо садиться в машину. Не надо. И я открываю, сажусь, блядь. Он говорит, а вам открыть? Да. Да, я говорю, ебать, и сажусь, думаю, пиздец, у меня голова, блядь, неделю болела, ебать. Да, ну, к чему 17-е? 18 миллионов, блядь. Машина, блядь. Машина, блядь, да. Кадиллак и скалает, новый, длинный, блядь. Пиздец, жить там можно, блядь. И я тогда, знаешь, встаю, квартира и скалает. Блядь, квартира и скалы, блядь, блядь. Чики-брить ему, блядь, по-чики. Да, 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 да. Ну вот к тому, к 17-ти. Тема. Спина. Спина. Есть план. Так, давай, давай. У меня, значит, смотри, я сейчас просто скажу, смотри, какая фигня. Вот я тренируюсь в одном зале, да, там какие-то тренажеры есть, ты был. Вот, ну и тот зал, тот зал. По сравнению с этим, блядь, просто, блядь, поле футбольное без тренажеров, нахуй. Вот. Вот это надо вырезать, потому что, блядь, меня, понимаешь, да? Мы в ролик не вставим, но рил сделаем, блядь. У меня там отношения со спирит, поэтому, блядь, вот. А вы их предупредили. Ну, просто, как бы, мы все это понимаем. Да, 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 да. Они тоже так думают. И там, главное, что форум, он стоит, санкт-петербургские, блядь, да, которые делают. Вот, ты знаешь. Значит, нужно сделать так, чтобы я потренировался на тех тренажерах, ну, свободный вес нет, которых нету там. Значит, на любых. Тупо-глупо, блядь. Тупо-глупо, блядь. Давай, можно сделать, как ты будешь делать спину, я с тобой сделаю. Как бы я ее делал? Да. Потому что сегодня у меня дельта. Ё-моё, вы представьте себе, Роман Халюлин тренирует Дмитрия Голубочко. Не засыпайся регистрацией. Знаете, какой большой плюс в этом? Просто ты не думаешь головой. Тебе говорят, делай вот так, и ты делаешь. Потом вот так делай, потом вот так делаешь. И вот так делаешь. Вот это, я понимаю, например, приезжал же, Данил, Серега Данил. Да, да, да. Приезжал как-то. На ProCat Show. Я говорю, как тренировка-то? А я говорю, блин, ну что, мне говорят, я делаю. Ну, значит, ему проще. Ну, я его понимаю. Понимаешь, он просто ему говорит, надо делать вот так. Он делает. То есть, выполняет ту задачу, которую ему ставят. Стоит тренинг, да? Да. То есть, ему легче мозгами, ну, вообще, ну, подходить к тому, что... И он видит результат, потому что, как компонент, он как-то анализирует. Ну, ему проще. Ему говорят, как надо делать. Ему показывают, как надо делать, помогают. Вот это очень большой плюс. Очень большой плюс. Да, он спортсмен, он не тренер. Он приходит, и не думает, что... Да, он такой. То есть, ему говорят, ну, это нормальное явление. Он как проатлеты. У вас наоборот. Вы тренер. Вы являетесь тренером для своих подопечных. Да, ну, я и говорю, как им все надо делать. Поэтому вы думаете, там за всю команду. Там же надо думать, да. Это сложно, понимаешь? И кто говорит, что тренеры тупорылые и не знают там, что-то, блин, которые... Я про тех тренеров, которые соревнующих спортсменов по бодибилдингу готовят. Я про них. Ну, не знаю, блин. Могу вам сказать, что это не так просто все и легко. Вот. Готовить спортсмена, это, во-первых, ответственность большая. А я пока тренажерчик пойду. Пойди поищи. Пойди по тренажерчик. Большая ответственность, когда спортсмена готовишь. Вот. Поэтому тренера это такая профессия, так скажем. Вот. Вывод, друзья мои. Если вы хотите накачаться, то с огромной долей вероятности вам нужен тренер. И мало того, на каком бы вы уровне не были. Потому что, давайте честно, ко мне Ромка пришел, когда он был чемпионом мира. В номинации классик физик федерации АИББ. Да, я такой пришел со словами. Типа у него был вес, да, нам нужно было там плюс 15 мяса набрать. И все говорили, все, это твой предел, Рома, пиздец. Он как вырос, раскабанел, там все, бодибилдинг отправлять начали. Ну, понимаете, да. Пришел, там, чемпион мира, там, и много ребят. То есть на любом этапе нужен, бывает, нужен тренер. Конечно. Да, и некоторые даже, бывает, меняют тренеров, там, да. Кого-то, ну, это нормальное явление. Я считаю, я стараюсь, ну, считаю, что это... Для тренера, конечно, мне очень приятно, да. Но, товарищ, здесь... Скорость писал. Да, согласен. То есть, ну, здесь, понимаешь, здесь все зависит для того, чтобы, если бы, например, от меня кто-то ушел бы, и он прогрессировал, я бы только рад был бы. Только рад. В итоге не показывал такого лютого. И самое главное, что вот тот, кто уходил еще, пока ничего не показывал. Пока ничего не показывал. Привет, ребята, Дима. Он вас всех помнит. Да, да. Болеет, по ходу дела. Да, да, да. Чемпионат России в Подольске. Приедешь? Да. Все приедут. Рома приедет. Глупый вопрос задал, блин. Кто не приедет? Да, ты едешь. Да, а что я не поеду? Кто не приедет, блин? Кто не приедет? А что такое лицо сделал? А на Сибириэм пауэр шоу? Мы все будем на Сибириэм пауэр шоу, друзья. И Подольск. Хотите вот такую фоточку? Вот смотрите, тут место для вас. Смотрите, вот тут стоишь ты. Нарядный, красивый. Футболки Сибириэм пауэр шоу с нами. И мы такие. И совершенно недорого. На встрече генетик класс. Мы все будем. Подольск. Так что да. Ладно, другой федеральный. А NBC? Тор, поедем. Десятый юбилейный будет. Да. Мы это забудем. Май, там по-моему май, да? Май, да. Друзья мои, есть один большой нюанс. Мы, бля, как пираты, у нас свой флаг. Мы за бодибилдинг. Нам вот название федерации глубоко, как бы, как, знаете, как поза, если нагнуться раком. Вот, короче, нам плевать. Мы за бодибилдинг. Мы прям всех любим. Прям все молодцы. И вот чем больше бодибилдинга, тем лучше. Хорошего и разного. Главное, не гомосексуального. Вот. И все. Это мы не поддерживаем. Все, все, все. Мы максимально против. Все, все, все. А в остальном мы, вот, вот, поэтому АФББ, NBC, НАБА, НАПА. НАПА, это в Мерседесе кожа. АМГ, что еще есть? Какие еще федерации есть? ВАБА, WBPF, НАБА. Еще в этой, в Таиланде какая-то там есть такая, где Южная Корея и так далее. Короче, еще есть. Все приезжайте, проводите турниры, мы к вам заедем. Обязательно. Да, понятно. Начали качаться. Руслан вот так от съемок до съемок качается, приходит в зал и форму держит, блядь, ведьма. Нет, ну я видел, он еще генетик-лаб пьет. Но это так я специально сказал, чтобы вам говна можно было, ну, стимул подкинуть говна в комментариях. Какой генетик-лаб? Вот, кстати, вопрос сейчас будет Руслану на засыпку. Блядь, Руслан же меня боится. Очень долго не было протеина на сайте, и причем не было даже на площадках. В Альберис, Азон и бла-бла-бла. Ты чуть-чуть прокомментируй, пожалуйста, ситуацию, с чем это было связано. Людям очень интересно. Уже появилось? Уже появилось. Русланчик все-таки остался. Блядь, появилось и раскупается просто в нулину, я не знаю. Такое ощущение, что другой протеин не пьют. Огромное спасибо за ваш выбор. Протеина не было, потому что, не поверите, протеина не было. Ну, то есть, типа, кончились поставки, а мы используем определенный вид белка. И, собственно, просто он кончился. Ехала-ехала, фура на таможне встала и не доехала. Попала на ответственное вид хранения, бла-бла-бла, документы, анализы, все хорошо. Растаможилась, приехала и сделали протеин. Это заняло время. Вы выпили очень много протеина, потому что, видимо, там солнце. Вам срочно надо стало, нам нужно накачаться. Как бы суперкруто, что такая популярность. Суперобидно, что на самом деле... Ну, давайте так, блин, опять же, пишите, давайте, коммерс. Сумасшедшенная, упущенная прибыль. Огромный объем продукта не был продан. Понятно, что кто-то не мог ждать. Купили протеины других брендов. Остались недовольны зачастую. Писали, блин, взял другой. Не понравилось. Ну, всякое бывает. Но я понимаю, что ждать невозможно. Ну, все, продукт в наличии. Ну, это прям до смешного. Некоторые закупаются теперь впрок. Кстати, давайте, опять же, что вам сэкономить. Я хотя, наверное, не должен в преференцию ставить какую-либо площадку продаж, но в общем и целом. Короче, если у вас есть свободная сим-карта, регистрируйтесь на Сбермаркете и получайте промокод. И, короче, можете купить протеин-генетика на Сбермаркете по цене дешевле, чем у нас себестоимость. Они компенсируют за свой счет. Скидки на Сбермаркете не за мои бабки. Мне вообще пофигу. Можете Сбербанк нагибать. И, в принципе, там огромные промокоды для новых клиентов. Вы можете брать новую симку, регистрироваться. Новые личные кабинеты. Покупать там все. Телевизоры, протеины, любую ерунду. Многие, зная, этим пользуются. Пока работают, пока они вкладываются в маркетинг, для чего они это делают? Они пытаются перетащить клиентов у Валбереса и Озона. Простая конкуренция. У них огромное количество денег. Им пофигу на эти убытки. Они работают за ваши сердца, за ваши умы, за вашу лояльность, за то, чтобы вы привязались как к их пакетам обслуживания, всякие там Сберплюсы, пользовались их онлайн-клинотеатрами. Они в итоге заработают. Не думайте, что они дурачки и минусят. Там, ребята, с очень большими мозгами, с очень большими деньгами, а большие деньги, помноженные на большие мозги, это весьма такой мощный инструмент. Но и мы, и вы можете сэкономить. Вот, так что маленькая вам такая информация. А так, конечно, где вам удобнее, там приобретайте. И приобретайте в разрезе спортивного питания Генетиклаб. Мы делаем хорошо. Прям максимально. Вот. Ромочка, я ответил на твой вопрос? Пацаны, лайк, что я не забываю задавать такие вопросы первому лицу компании Генетиклаба. Я же вам ЕА сделал в итоге. Вот он запомнил вот эту вот фразу, слово. В итоге я же ЕА сделал. Полтора года мы ждали, я его подтрунивал в каждом ролике. Но сделал. Вкусные? Вкусные. Вкусные. Вот, с амилопектинчиком. Ну, кажется, с молоком их размешал. Да, что пьешь? Амилопектин, я, пожалуйста, яблочный. Сука, самые вкусные. И мало того, они единственные, наверное, единственные в мире с электролитами. В чем? Органическими. Вот так вот. Full organic, eco, eco bio, eco bio organic. А вот то, что с 2025 года им начнут присуждать нормативы. КМС, мастеров, международниц. К сожалению, бодибилдинг отходит на второй план. Даже не на второй, а на третий. И конкурсы красоты по бикини смотрят больше народу, чем аудитория больше. А так ли это, на самом деле? В зале битком на бодибилдинге. Ну, понимаешь, здесь специализация, специальная какая-то публика приходит в зал. Но если смотреть интернет, ну, сто процентов. К сожалению, это так. Блядь, я очень сильно... Понимаешь, вот то, что сейчас происходит, да, в бодибилдинге вообще в целом, да, смотришь это вот так со стороны. Блядь, это так... Блядь, я очень сильно расстраиваюсь, и меня очень... Для меня это все плачевно, знаешь, блядь, пиздец. Я, знаешь, ну как, чисто по-человечески... Сердце болит, да? Да, по-человечески, блядь, переживаешь, думаешь, пиздец, что, куда, блядь? За бодибилдинг обидно, за родину. Да. За бодибилдинг обидно. Но, вот скажу, мне кажется, не надо смешивать бодибилдинг и бикини. Популярность бикини круто. Девочки смотрят, другие девочки занимаются, выглядит-то хорошо. А вот этот бодибилдинг уходит, это виноваты-то пацаны, телевизор. Какие были раньше герои? Давай, даже у нас были. Там, в 15-м когда снимали. Да. А там, Поречников, да. Знамей, Турчинский. А сейчас кто? Блядь, все герои боевиков, пидорасы. Понимаешь? Причем и визуально, и в жизни. Сейчас бикини тоже нельзя сравнивать бикини, там, 11-го года и сейчас бикини. Сейчас бикини, вот у про-девки, вот я видел, на Сибири мы в том году были, пиздец формы. Спортсмены. Они, блядь, вот близко к спортсменам, уже близко, потому что, ну, такие формы сделать, но это проблема, это надо ебашить в зале. И чтобы усыни выросли еще. Да, при этом остаться девочкой. Да. Вот это вот проблема. Сейчас, конечно, бикини совершенно другие. И не надо их сравнивать с теми, какие они были. Вот. Но мы не будем углубляться в само бикини, мы сейчас говорим про внешний вид бикини. У тебя в некоторых можно было бы? Чего? Я женатый человек, блядь. Вот, поэтому, как спортсменки, как смотришь, они, конечно, совершенно другие. Они очень хорошо выглядят. Очень хорошо выглядят. Вот, но углубляться не будем. Чем это дается и как это делается. Девчонки, вы молодцы. Да, это точно. Все, кто на Диму обиделись, запомните, это был далекий 2011 год. И когда просто его коллеги, судьи приехали из стрип-клуба, они увидели те же самые девчонок. Ну, примерно, да. Вот. Поэтому было то высказывание в далекие времена. Которое ночью еще танцевало, а отъемы на эссе. А сейчас это реальные спортсменки. Ну, некоторые пашут. Блин, так пашут. Пацаны, вот вы так не пашите, поэтому по дебюту не пропадает.